Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет пицца, но не такая же, как в прошлый раз, но почему-то мне кажется, что она какая-то маленькая. Давайте сблизи вам ее. Вот такая вот пицца, смешанная. Здесь и грибочки, и колбаска, и все что угодно. Пахнет какой-то зеленью, я даже не знала, что здесь есть зелень, если бы знала, может быть, даже и не взяла. Также здесь водичка холодная, обожаю просто ее. Я придумала новый способ, как можно кушать пиццу. Берем соус Хайнс, у меня все с этим соусом. Разрекламила я его. Вот сюда выдавливаем, давайте сначала немножечко, чтобы посмотреть, как это будет. Кстати, насчет телефончика. Сегодня утром пишет мне девочка, что вас выставили на телеблог.нет. Я даже без понятия была, что это за канал. Но не смотрела я. Смотрю реально, кинула мне скрин. До этого тоже мне один парень писал, еще одна девочка писала. Мне как-то лень стал. Ребят! Это даже без вот этого сырного соуса, это просто божественно. В общем, отболеклись от темы. До этого мне тоже писали, что вас выставили с фальсией на телеблог.нет, и там есть ваши кадры. Но я подумала, какое-то видео где-то мы там мелькаем, и что. Потом девочка кинула мне скрин. Смотрю, оказывается, у них 5 миллион подписчиков. Четыре с чем-то. И блин, так приятно. Хоть там нас показывают буквально ничего, но все равно. Приятно, что даже такие блогеры натыкаются на наше видео и включают наши материалы в своих видео. До этого же нужно скачать это видео, отрезать кусочки и так далее. Очень приятно на самом деле. Я была удивлена, спасибо этой девочке. Прям подняла мое настроение. Раньше я курочки не доедала. Но когда вот так вот делаете, очень вкусно. Вообще, эта пицца просто обалденная. Это доминос. Средняя, но она очень маленькая, кстати. То есть, если сравнивать пиццу с Папой Джонс и доминос, в Папой Джонс значительно больше она. Не могу я, не запивая. Также я просила вас задать, как всегда, вопросы в моем инстаграме. Давайте я прям не на каждый вопрос буду отвечать, а просто выберу какую-то одну тему и будем с вами рассуждать на эту тему. Как у меня отвратительно дома работает вай-фай. Это вообще что-то с чем-то. У меня в баке интернет. Если кто-то хочет подключиться к этой медиа-сети, не рекомендую. Видео загружаются час, два. Срочно нужно менять. Я просто не знаю как. Столько поздравлений девочек пишут, что как круто вас уже в таких видео показывают и так далее. Я просто понимаю, сколько же на свете все-таки добрых, добродушных людей. Это безумно приятно. Каким шампунем пользуешься? В последнее время мне очень много комплиментов пишите по поводу моих волос. Мне, честно, очень приятно. Я пользуюсь только одним шампунем. Это Клэр. Раньше я пользовалась всегда Невеей. Но сейчас перешла на эту марку. Когда я пользуюсь любым другим шампунем, сразу у меня начинается перхоть. Вот Клэр. Обалденный шампунь. Он стоит что-то в районе 200-250 рублей. Даже нет. Больше 250. Ну, где-то около 300. Ну, просто обалденный. Края немножко, знаете, такие жесткие. Это очень вкусно, но как-то без соуса что-то не хватает. А так просто. Пушка. Пушка, где ты слышала это слово? Я из тех людей, с кем поведешься, от того и наберешься. Мой характер складывается из-за человека, который рядом со мной. То есть, если моя подруга употребляет определенные виды жаргонов, все, я тоже начинаю. Далее. Ты бы хотела выпустить свою линию косметики. Не знаю, честно, насчет косметики, но я бы хотела, наверное, свой какой-то ресторанчик или кофейню. Но это где-то лет к 40. Меня больше прикалывает еда. Разве не вкусно это? Я смотрела передачу «Ревизор». И там ходили по всем этим пиццериям и проверяли. То есть, свежее ли мясо, санитарно ли. И так далее. Я помню, что в «Папа Джонс» «Ревизоры» не пустили в комнату, где холодильник. То есть, не дали снять там. И, следовательно, уже после этого у меня сложилось впечатление, что все-таки там используют какие-то просроченные, наверное, мясо какое-то просроченное или что-то у них было не то, раз они не пустили. Вкусно. Очень прям вкусно. Я вот беру просто вот любой вопрос. Давайте так сделаем. Ты живешь в доме или в квартире? Я живу в квартире. На высоком этаже. Единственный минус нашего дома – это наш лифт. Он такой тормоз. Раньше Фатя, когда приходила ко мне, всегда говорила «Блин, опять этот лифт, он такой тормоз». Я вроде думала, да нет, нормальный лифт, что с лифтом-то? Отличный лифт. Потом начала обращать внимание на это. Когда пошла к Фатю, смотрю, за секунду приехала. За секунду я уже на этаже. Хотя Фатя живет намного выше, чем я. На этаже, я имею в виду. А я поняла, оказывается, она была права. Мой лифт реально какой-то тормоз. Но выбора нет. Водичка. Где-то дня три назад у меня был такой случай. Я пошла не то чтобы ресторан, ладно, не буду говорить название, но что-то вроде кафе. Пошла и купила себе кое-что покушать и хотела взять с собой. Заказала, все, жду. Я смотрю, что кассир как-то странно на меня смотрит. Ну, я подумала, парень, не знаю, я ему понравилась и так далее. Потом, когда он мне уже отдавал мою еду. Как вы думаете, что он мне сказал? Он мне сказал, приятного аппетита вам, Айка Эмили. Блин, мне реально стало так приятно. Вот. Если ты меня смотришь, передаю тебе привет. Так приятно, что уже где-то меня узнают. Причем подписчики с таким позитивом. На самом деле, очень приятно. Мне иногда кажется, что у меня самые добрые подписчики. То есть, захожу под другие видео, по чьи-то, да, столько там негатива. А у меня люди, ну, прям добрым словом вспомнят, не знаю, что-то напишут, что-то доброе, что-то мотивирующее. Может, у меня контент такой, знаете, вот, например, Соболев, он чем занимается? Он обязательно кого-то оскорбляет. Людям это не нравится, да? Поэтому, может быть, там на его видео очень много негатива собирается. Или у других блогеров. Или, быть может, у меня еще нету такой огромной аудитории, чтобы была такая армия еще и хейтеров. Ну, у меня реально очень этичные, очень милые подписчики. Я вас все очень-очень сильно люблю. Если видите меня на улице, подходите обязательно. Не важно, с кем я, что я. Подходите, я совсем забыла про вопросы. Вообще, отошла тема. Что вы любите делать после работы? В последнее время, я не знаю, с чем это связано. Мне постоянно клонит сон. Я не знаю, что с этим делать. Вроде на улице нету такой жары, и ночью я хорошо сплю, и днем сплю. Вот поела, все, спать хочу. Это даже мешает мне в моем хобби. То есть, если бы я не спала столько, я бы могла больше снимать, больше монтировать. Так получается, что я просто сплю. Спачка уже. Я вам говорила, да, что я купила еще один соус от Хайнс. Это, как он назывался, соус барбекю. Он тоже очень вкусный. И тоже я сначала попробовала в Макдональдсе. Потом уже прикупила. Вообще, Хайнс должен бесплатно давать Макдональдсу вот эти вот соусы. За счет них происходит вот такая вот реклама. Если бы у тебя была бы возможность снять фильм, о чем бы он был. Я бы хотела снять фильм, так сейчас высокомерно будет звучать о своей жизни. Документальный фильм. О каких-то моментах, которые я не могу рассказать вам вот так. Просто в фильме. Может быть, когда-нибудь у меня будет такая возможность. Вообще, я с детства всегда мечтала быть режиссером. Но я никогда не говорила это в видео. Но мы даже с двоюродной сестрой взяной. Если она меня смотрит, передаю ей огромный привет. Мы снимали типа клипы. Включали песню. И типа пели под эту песню. Потом нажимали на паузу. Причем нажимали и песню на паузу, и видео на паузу. Потому что понятия как видеомонтаж у нас не было. Это были 90-е. Хотя нет, что я вру, какие 90-е. В 90-х нас еще не было. Это был где-то 2007-й, наверное. И у нас получался такой клип. Суши или мак? Сейчас пицца. А так я люблю и то, и другое. Хотя раньше вообще суши ненавидела. Сейчас обожаю просто. Если я две недели не буду кушать суши, они мне уже во сне будут сниться. Мне кажется, это еще немножко самовнушение. По идее, суши что это? Это рис с рыбой, да? Что здесь необычного? Ну, блин, это так вкусно. Я как смотрю, люди уже устриц кушают, улиток, осьминогов. Что дальше будет? Будем тараканов есть. Людям не хватает острых ощущений. Бабушка рассказывает, что в военное время, когда была война, не было просто кусочка хлеба. То есть люди могли друг друга поубивать за хлеб. А сейчас еда это что-то с чем-то. Мы кушаем, чтобы получать удовольствие, а не умереть от голода. Очень много повторяющихся вопросов. Очень много вопросов касательно религии. Люди так пишут, как будто вся планета, все мусульмане делают намаз, кроме меня. Это реально. Это выбор каждого. Я не хочу возвращаться к этой теме. Твое хобби это еда. Да, я очень люблю вкусно покушать. Я поняла, что есть очень много всего, чего я не пробовала. Очень хочу попробовать. Например, раков я никогда не ела. Кальмаров. Нужно попробовать все. Живем мы один раз. Съела целую пиццу. Не могу сказать, что прямо, знаете, я так наелась. Могу еще одно видео снять. Интересный вопрос. У тебя или у Фати есть права? Ни у меня, ни у Фати нет. Но до следующего лета, дай бог, у меня в планах есть получить права. Я очень боюсь, если честно, садиться за руль. Мне обязательно надо, чтобы кто-то меня научил водить. А сейчас у нас в Баку есть специальные курсы, где девушка-водитель учит вас водить по городу. Такая специальная машина. И справа руль, и слева руль. То есть она может регулировать движение. Если я что-то не так делаю, она может притормозить. Час обучения стоит 10 монат. Ну, может 15. В зависимости от того, сколько уроков вы покупаете. Чем больше урока вы покупаете, тем больше скидку вы получаете. Мне кажется, это очень хороший способ. Потому что я ужасно боюсь, но очень хочу научиться водить. В общем, мы с вами покушали все. Это было нереально вкусно. Я очень рада, что вы досмотрели это видео до конца, раз вы здесь. Для вас это мелочь. Для меня это безумно приятно. Подпишитесь на мой канал. Поставьте колокольчик, чтобы быть уведомленным о моих новых видео. А я вам желаю приятного аппетита. Удачного дня. С вами была Эмили. Всем пока.